Боятся, что закроется школа. Жители села Березовка 1-го Петровского района обеспокоены предложением местной администрации и регионального министерства о переводе 10-11 классов в городское образовательное учреждение, которое находится в нескольких километрах от села. Говорят, это первые звоночки. Сначала старшие классы, потом закроют начальную школу. Негде будет учить детей, разъедутся жители. И село вымрет. В ситуации разбиралась Екатерина Ковальчук. В образовательном учреждении села Березовка 1-е в разгаре работа летней детской площадки. Ученикам начальной школы здесь организовывают досуг. Параллельно с площадкой в учреждении идет ремонт помещений. Школа готовится к началу следующего учебного года. Но 1 сентября двери могут быть открыты не для всех. Под угрозой обучения старшеклассников. В новом учебном году их будет немного – 10 человек. Поэтому районная администрация из-за малочисленности классов хочет перевести ребят в другие образовательные учреждения Петровска. Не хватает детей в 10 и 11 классе для того, чтобы она полноценно работала. К сожалению, у нас сейчас право выбора. За каждым детем, ну детем, наверное, это неправильно, за каждым родителем. Знать, дать лучшие знания где-то это. К сожалению, Березовская школа, она не славится хорошими зданиями. В этом году у них один человек, одна девочка не сдала математику, основную программу и получила два. Претензии к низкой успеваемости учеников и некомпетентности педагогов необоснованы, считают родители. За многолетнюю работу Березовской сельской школы. Неуд за выпускные экзамены ученики получали лишь однажды в этом году. И это скорее исключение. Учащиеся не раз становились призерами различных олимпиад и спортивных соревнований. Славится школа и медалистами. Из шести выпускников в этом году одна закончила школу с золотой медалью. В этом заслуга педагогов. В сельской школе работает 14 учителей. Четверо из них имеют высшую категорию и семь первую. У Оксаны Солодовниковой двое дочерей учатся в Березовской школе. Говорит, дети очень довольны качеством преподавания, особенно старшая дочка десятиклассница. Учителями она очень довольна. И директор школы ведет математику, алгебру, геометрию. Ребенку очень интересно сидеть на уроках. Вот Ирина Петровна ведет у них географию. Ребенок очень заинтересован этим предметом. Если в школе закроют старшие классы, пострадают не только учителя, поскольку лишатся части зарплаты, но и дети, у которых возникнут сложности с адаптацией в новом учреждении. За 9 лет обучения ребята привыкли друг к другу и к педагогам. Школа у нас очень хорошая, поэтому ребенку в другой школе это будет действовать на ее психику, во-первых. Потому что она у меня такая, как можно сказать, ну стеснительная. Ну и поэтому даже я с ней дома беседовала, она мне сказала, мама, я не хочу идти учиться в другую школу. По словам мамы, будущие выпускницы. Опасения также вызывают удаленность городской школы от села. Детям придется ежедневно добираться до учреждения, 3 километра туда и 3 назад. В региональном министерстве образования считают, что это не проблема. 10-11 класс это самостоятельные дети, которые возможно сесть на автобус и проехать 3 километра до ближнего образовательного учреждения. На защиту сельской школы встали общественники. Говорят, в Петровском районе такая схема упразднения образования началась еще в 2010-м. Под сокращение старших классов попали несколько образовательных учреждений, в том числе и в селе Березовка-1. Тогда педагоги и родители сумели отстоять школы. Общественники считают, что перевод старших классов в город грозит полным закрытием сельской школы. Меня лично напрягает то, чтобы дальше девятилетки не превращались в начальные классы, в начальные школы. Потому что если это произойдет, естественно, в пятом классе родители никуда не выпустят своего ребенка. Просто начнется еще волна оттока из села. На следующей неделе общественники проведут расширенный совет с участием районных чиновников, педагогов и учителей. Также в селе пройдет референдум. Документы о его проведении сейчас находятся на согласовании в районной избирательной комиссии. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.